СЕРИАЛЬНЫЙ ТРЫНДЕЦ И это спустя 14 лет после выхода последних серий. Руководство канала сейчас ищет сценариста, но уже известно, что продюсеры оригинального сериала Роберт Тейперт и Сэм Рэйми взялись за дело. Закатив рукава, так сказать? Видимо, да. Главная интрига при этом появится ли в новых сериях актриса Люси Лоулес, которая раньше играла Зену. Пока она все эти слухи опровергает, а ведь еще недавно она в своих интервью говорила, что была бы очень рада этой роли вновь. Да ей полтинник скоро уж стухнет, судя по Википедии. Но уж вы бы, Зинаида Петровна, могли бы про возраст и промолчать. В общем, пока планируется, что мы все узнаем в 2016 году. Именно тогда этот сериал и появится на ТВ. Режиссеру Брайану Сингеру мало того, что в следующем году у него выходит фильм Люди Икс Апокалипсис. Так он еще решил заняться продюсированием телесериала с не менее воодушевляющим в кавычках, конечно же, рабочим названием «Третья мировая». Как сообщает издание Hollywood Reporter, в проекте для канала Spike TV действие будет разворачиваться в американской глубинке во время какой-то глобальной войны. Именно там, цитата, «Герой с темным прошлым организует движение сопротивления и призовет обычных жителей собрать волю в кулак и дать отпор врагу». Ишь чё, как патриотично-то по-ихнему, да? В общем, в любом случае ожидается что-то эпичное. О расписании съемок и датах выхода на ТВ пока еще ничего не известно, но зато сценарий уже написан. Осталось только дождаться производства. Совсем недавно Дэйв Гролл, барабанщик группы Нирвана и лидер Foo Fighters, появился в новом комедийном сериале комика и продюсера Денниса Лири. Этот ТВ-проект о рок-музыкантах с недвусмысленным названием «Секс, наркотики и рок-н-ролл» «Все собрали, ты смотри» Совсем недавно стартовал на кабельном американском канале FX. Сериал этот рассказывает биографию вымышленной группы The Heavens, которые когда-то были мега популярны, ну а теперь переживают не лучшие времена. Ну это прям классика жанра Деня. В своем проекте Деннис Лири играет главную роль, сам пишет эпизоды и даже тексты рок-песен. А еще комик не стесняется пародировать другие известные коллективы. Вот, например, как он изображает Radiohead. Обиженных пока еще не было, при этом некоторые юмор комика не только оценили, но еще и поддержали. Как раз-таки Дэйв Гроу в этом сериале с серьезным выражением лица рассказывает о том, какое влияние группа The Heavens оказала на творчество Нирваны. Капейн бы такого не одобрил. Сам Лири не исключает, что если все будет хорошо и второй сезон состоится, он специально напишет сцены для Дэвида Боуи, Стинга и Бонжоли. Американские актеры-музыкант Уилл Смит и рэпер Джей Зи собираются снять исторический, а точнее даже социальный мини-сериал. И основан он будет на истории Эммета Тило, афроамериканского подростка, который стал жертвой расовой ненависти. Ну, это они любят, кстати, про это снимать кино. Давно я уже заметила. Названия у этого сериала пока нет, но уже стало известно, почему он, собственно, мини. Общая длительность серии составит всего шесть часов. Считай, два Титаника день и вот один сериал. Как я уже и сказал, Смит и Джей Зи выступят исполнительными продюсерами этого проекта, однако пока неизвестно, появятся ли они сами в каких-либо ролях. А прямо сейчас, Зинаида Петровна, внимание! Спойлер-то я! На днях стали известны подробности о роли Леди Гаги в новом сезоне «Американской истории ужасов». О, кстати, ей, наверное, даже в любом ее из собственных концертных нарядов можно сниматься. Но, кстати, скорее всего, так и будет. Режиссер Райан Нерфер сказал, что поп-исполнительница сама попросилась в сериал, так как была его большой поклонницей. И петь там звезда отнюдь не будет, она будет играть злодейку. У ней получится, я уверена. В нашу постоянную рубрику «Сериальный вопрос» написал Юрий. Юрий пишет. «Привет, Денис! Слышал, там Эш Уильямс возвращается. И не в кино, а на ТВ. Расскажи поподробнее. Интересно же». Подпись «Юрий». «Привет, Юрий». И действительно, на недавнем фестивале Комик-кон в Сан-Диего показали трейлер нового сериала про Эша. Это главный герой кинотрилогии «Зловещие мертвецы» от режиссера и сценариста Сэма Рэйми. В киноверсии задача у Эши была понятная – защищать мир от жутких демонов и прочих... людей, кто этими демонами одержил. Самый первый фильм кинотрилогии вышел еще в 1981 году, и теперь Рэйми решил воскресить эту историю, но уже в виде сериала. При этом главную роль, как и в фильме, будет играть американский актер Брюс Кэмпбелл. Кстати, не надо, выглядит он там себе даже очень вполне. В показанном трейлере он продолжает свою борьбу с демонами, вооружившись знакомой до боли бензопилой. Она у него, кстати, вместо руки. Я помню, что, я тебе больше скажу, я еще на видеокассетах смотрел. Помню, первая и вторая часть ужастик был настоящий, а третья так и вообще комедия. Вот и посмотрим, это ж прекрасно, Зинаида Петровна. Два наших любимых жанра – комедии и ужастики. Что может быть лучше? Ага. Это была видео-версия программы «Сериальный трендец». Я напоминаю, что аудио-версию вы можете услышать на волнах «Радио Максимум», ну а видео-версию только на нашем YouTube-канале. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями. С вами был Денис Колесников. До следующей недели, друзья. Счастливо. Пока. Озвучено по версии Куку Кураж Бомбей. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...